Неделя спорта В очередном туре розыгрыша студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан среди женских команд сборная Казанского федерального университета на своей площадке принимала сборную Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Помимо самой игры, данный матч ознаменовался открытием этой самой лиги. Обо всех подробностях узнавал наш волейбольный обозреватель Марина Вахрушева. Торжественное открытие студенческой женской волейбольной лиги Республики Татарстан состоялось 14 декабря в спорткомплексе «Уникс». Семь команд будут бороться за звание чемпиона высшей лиги. Игры обещают быть зрелищными и напряженными, ведь на площадке встретятся достойные соперники. Игрокам команд пожелали успехов, многочисленных побед, ярких и честных игр. После напутствующих слов почетных гостей на площадку вышли сборные команд КФУ и КГАСУ. Игра выдалась впечатляющей. Трибуны буквально гудели. Казалось, что болельщики переживают больше, чем игроки команд. В первом периоде обе команды долгое время шли на равных, не уступают друг другу лидерство. Чувствовалось явное желание обеих команд одержать победу. Однако волейболистки сборной КФУ играли увереннее в родных стенах. Итоговый счет 25-23. Во второй партии, благодаря успешным подачам и проявленной ловкости, игрокам КФУ опять же удалось удержать явные преимущества над соперником. В третьем периоде борьба разыгралась не на шутку. Волейболистки сборной КГАСУ не хотели уступать оппоненту и стремительно отыгрывали проигравшие мячи. Но игрокам сборной команды КФУ удалось вовремя сконцентрироваться и все-таки вырвать победу с тоговым счетом 3-0. Первая партия была очень нервной. То, что мы ждали эту игру, и мы очень сильно настраивались. И я думаю, именно в первой партии решалось именно на эмоциях, нежели какая-то техника, опыт, еще что-то. Но мы справились. Финальная часть Кубку университетов КФУ. В борьбе за звание сильнейшего института на мини-футбольной площадке боролись Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций, юридический факультет, Институт физики и Институт международных отношений, истории и востоковедения, которые успешно преодолели начальные стадии турнира. За ходом полуфиналов и финалов наблюдал наш корреспондент Тимур Золотарев. 15 декабря в СКУ университет прошел второй день турнира по мини-футболу среди институтов Казанского федерального университета. По итогам первого дня в полуфинал вышли 4 команды. Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций, Институт физики, Институт международных отношений, истории и востоковедения и юридический факультет. В первой игре встретились Институт физики и Институт международных отношений, истории и востоковедения. Для ЕМУИФ это был большой прорыв в турнире. Они очень упорно добивались выхода в полуфинал, но обыграть многократных призеров им не удалось. Игра закончилась со счетом 2-1 в пользу Института физики. Следующими встретились команда Института социально-философских наук против юридического факультета. Первым тайм ознаменовал победы и снимок со счетом 2-0. Но во втором тайме юристы начали брать преимущество над противником. И вся игра велась у ворот и с ним. Но несмотря на все их старания, сравнять счет не удалось. Встреча закончилась со счетом 2-1 в пользу Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. В финал турнира вышли команды Института физики и Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. Борьба была видна не только на поле, но и на трибунах. Болельщики всячески показывали превосходство своих команд и тем самым воодушевляли их и придавали веры в победу. Но оправдать надежды и ожидания получилось у Института физики. Они обыграли своих соперников с отчетом 4-0. Таков был финальный счет игры. Турнир завершился общим награждением победителей. Институт физики – трехкратный обладатель Кубка университета. Ну, мы уже побежали третий раз подряд. Финал был очень тяжелый. Боролись до конца. Но нам чуть побольше повезло, чем сопернику. Мы очень рады этой победе. Эмоции переполняют уже. Слишком устали сильно. Тяжелый был финал. Силовые виды спорта подъехали к нам на программу, а именно чемпионат КФУ по боксу среди мужчин. Стоит отметить, что бои проходили в Елабуге, где конкуренцию боксерам из институтов Казанского федерального университета составили местные елабужские воспитанники, учащиеся в Елабужском институте Казанского федерального университета. Вместе с боксерами на восток Республики Татарстан отправилась наш корреспондент Василиса Дзюба. С 16 по 18 декабря в городе Елабуга состоялся чемпионат КФУ по боксу среди мужчин. Поединки прошли в три этапа – отборочный, полуфинал и финал. В различных весовых категориях первые места получили представители Елабужского института КФУ Ренат Хайрулин и Ахмат Етинов, а также студент института физики Эрадж Алиев и Артур Хамедулин, обучающийся в Институте экономики управления и финансов. Бои шли до изнемождения? Каждый из соперников серьезно отнесся к чемпионату и применил в технике все те удары и блоки, что отработал на тренировках. Особое внимание зрителей и участников получил Ренат Хайрулин, прибывший на соревнования, будучи мастером спорта и спортсменом года КФУ. В его задачи входило не только завоевание первого места, но и подтверждение титула. Все это на фоне полученной травмы, которая, как признается Ренат, сильно ему помешала. В целом спортсмены остались довольны как проведением мероприятия, так и результатами. По окончании соревновательных дней они были награждены кубками, медалями, а также сладкими новогодними призами. Соревнования оказались для них как хорошей тренировкой и возможностью узнать свои силы и силы соперников, так и просто радостным событием в жизни. Вот такая выдалась у нас неделя спорта, а что будет дальше, посмотрим. На этом все. Меня зовут Роман Полинсков. Большое спасибо за внимание. Хочу вас поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством. Пожелать вам всего самого наилучшего и хорошего, чтобы вы были всегда в хорошей форме и спортивном духе. Также я хочу пожелать удачно сдать зимнюю сессию моим товарищам студентам. Обо всех событиях спортивных, которые будут происходить во время зимних каникул, вы можете узнать в нашей группе ВКонтакте. Ссылку вы сейчас видите на экране, а также в нашем Инстаграме. На этом все. Удачного вам Нового года. Еще увидимся. До свидания.